Так что добро пожаловать всем. Весна пришла. Пора начать думать о внекорневой подкормке, посадке или внесении изменений в почву, где бы мы не находились в нашем сельскохозяйственном процессе. Поэтому сегодня мы со Стивом немного поговорим. Нам присылают много вопросов специально по внекорневому питанию, и некоторые из этих вопросов добавлены сюда, которые мы рассмотрим сегодня. Итак, мы собираемся немного попрыгать вокруг да около, поговорить о множестве разных вещей, но мы собираемся сделать краткий обзор фоулия. Мы собираемся поговорить о поглощении фоулии и пользе фоулия, а также о том, когда и почему следует использовать фоулия. Стив собирается немного рассказать о структуре, структуре листьев, о том, как это усваивается, как все это работает внутри растения, и как мы можем получить оптимальные результаты, основываясь на нашей внекорневой активности. Мы кратко поговорим о продуктах, а затем перейдем к вопросам и ответам. Так что пока мы проходим презентацию, мы рекомендуем тебе, если у тебя возникнут какие-либо вопросы по любому из слайдов, на которых мы рассказываем о любой информации, которую мы представляем здесь сегодня, задавая эти вопросы, и мы с нетерпением будем ждать ответов на них в конце презентации. С учетом сказанного я собираюсь начать прямо здесь. И ты знаешь, эта картинка здесь слева, которая на самом деле довольно комична, потому что Стив несколько раз использовал эту картинку в презентации. И я должен признать, что в первые несколько раз, когда я это видел, я понятия не имел, о чем говорил Стив. Так что в ту минуту, когда ты поймешь, что это означает лошадь, а на этой краске вот эта маркировка, если ты ее увидишь, будет написано слово лошадь. Однажды я наконец увидел это, и Стиву пришлось взять маркер сухого стирания и фактически пометить его на лошади, чтобы я мог действительно визуализировать это. Да, это было так плохо. Но в любом случае, как только ты это видишь, это так и есть. Ага, мгновение. По крайней мере ты знаешь, когда видишь подобные вещи, и это примерно то, что я чувствую. Внекорневое питание, это то, что нужно. Есть много людей, которые любят внекорневое питание. Есть много людей, которые используют его, но они не уверены, насколько хорошо оно работает. И есть некоторые люди, которые говорят, что они просто действительно не думают, что это принесет какую-то пользу их урожаю. И о чем мы хотим немного поговорить сегодня, так это о том, что я хочу, чтобы у тебя был тот момент, ага, когда ты можешь использовать внекорневую подкормку. Потому что как только ты увидишь преимущество внекорневого питания, удивительно, какие вещи ты можешь сделать, основываясь на общем состоянии растений, состоянии почвы, общем качестве урожая и всех подобных вещах. Вот и все, о чем мы хотим сегодня поговорить. Брюс часто говорил о том, что 80% питания растений можно обеспечить с помощью внекорневых подкормок. Это довольно удивительно, когда начинаешь думать об этом. И это только не касается пшеницы, кукурузы или пропашных культур. Это касается фруктовых деревьев. Это по всем направлениям. Итак, мы хотим немного поговорить о том, как внекорневая подкормка может принести пользу вам как производителю сегодня. Итак, с учетом сказанного резюмируем. По сути, мы все знаем, что внекорневая подкормка, это внесение одного или нескольких минералов для повышения плодородия почвы. Она существует уже более сотен лет. Они использовали внекорневые подкормки, так что это не новая идея. Но когда я смотрю сюда справа, мы видим эти листья в основном с симптомами дефицита. Они свидетельствуют о дефиците железа. Здесь справа желтые листья. А затем слева показан лист без дефицита железа. И поэтому, когда мы начинаем смотреть на это, я иногда смотрю на железо как на маскировку дефицита в растительном мире, потому что оно делает все зеленым. Но действительно ли мы здоровы, и только потому, что наши деревья визуально выглядят здоровыми, есть ли у них все необходимое, основанное на питании, для поддержания здоровья урожая и так далее. Прямо здесь мы видим желтый цвет. Слева мы видим зеленый. Но если ты внимательно посмотришь на этот зеленый лист, я увижу нечто большее, чем дефицит железа. Я вижу деформированный лист. Я вижу гребни или рябь внутри него. Так что, думаю, я бы задал вопрос, может ли у нас быть дефицит кальция на листьях справа. Мы говорим, что это дефицит железа. Но действительно ли это дефицит железа? Если мы думаем, что это дефицит железа, мы распыляем железо. Не создаем ли мы избыток железа? Когда на самом деле этот дефицит может быть азотом, это может быть калий, это может быть марганец. Все выражали бы себя точно так же. И не имея какого-либо способа определить, в чем заключается этот недостаток, мы на самом деле можем усугубить проблему, а не решить ее. Так что в зависимости от того, где это новый лист, старый лист, где он находится на растении, у нас должно быть много информации, и это действительно то, к чему все сводится. Как всегда говорил Брюс, мы не гадаем, на что смотрим. Каждая хорошая программа по фертильности начинается с анализа. Не только анализа почвы, но и сока растений, экстракта листьев, анализа тканей. Нам нужна информация. И я рассматриваю анализ почвы как таковой. Он говорит нам о том, что находится в нашей почве. Это все, что он делает. Он не говорит нам, что на самом деле дает растение в любой данный момент времени в этой культуре по мере ее роста. Таким образом, как мы видим, у нас может быть достаточно кальция и достаточно фосфора. Поэтому мы думаем, что у нас достаточно для этого растения. Но без анализа листьев или тестирования этого растения, мы не знаем, действительно ли это растение получает то, что содержится в этой почвенной среде, и это все, что ты знаешь. Мы в значительной степени понимаем это, но не видя этого на самом деле, нам трудно определить, что нам нужно применять, основываясь на нашем внекорневом применении. И опять же мы хотим это иметь. Мы хотим увидеть лошадь. Мы хотим иметь возможность увидеть, как работает наше внекорневое питание. И для того, чтобы оно работало, нам нужно применять правильные продукты в нужное время. Теперь перейдем к анализу экстракта листьев и анализу плэтсеп, любому из тех анализов сока, о которых мы говорим. Как правило, мы сравниваем старый лист с новым листом, основываясь на избытках или недостатках, и мы рекомендуем упаковку внекорневой подкормки на основе этого, основываясь на том, в чем нуждается растение и как мы можем обеспечить усвоение этих элементов растениям. Теперь я хочу немного поговорить. Извини, мышь для меня задом наперед. Должно быть, мне нужно использовать левую руку. Да, она левосторонняя. Так или иначе, многие из нас, пользователи, все еще используют анализ тканей и любой другой анализ, который вам сейчас удобен. У нас могут быть аргументы в пользу того, почему один лучше другого, но нам нужно использовать ту информацию, которая вам удобна. Если ты часто переходишь от анализа тканей к анализу сока растений, я рекомендую тебе знать, что делать с обоими, пока мы не освоимся с этой интерпретацией того, как они работают, и так далее. Ткань растения на анализе тканей. Мы немного больше смотрим на минимальные показатели. Мы хотим видеть достаточный уровень, основанный на процентах и частях на миллион при среднем урожае, и это может меняться от урожая к урожаю. Но это своего рода те параметры, в пределах которых мы хотим тебя видеть. И поэтому наше внекорневое применение будет основываться на попытке соблюсти эти минимумы внутри данного растения. Так что это немного касается тканей, немного анализа растительного сока или экстракта листьев. Так почему же это так важно? И так много из этого важно, потому что для оптимальной генетической экспрессии требуется пиршество, а не голод. И пример, который я могу тебе привести, это когда мы начинаем говорить о сорняках, кукурузе или о том, что мы выращиваем, и у нас достаточно фосфора в этом растении. Мы знаем, что фосфор помогает в раннем росте, он помогает в развитии корней и в производстве семян. Хорошо, и так, мы начали процесс. Но в будущем у нас будет дефицит цинка. Нам это нужно. Цинк необходим для созревания семян. Так что если нам не хватает какой-либо части любого из этих питательных веществ, этого питания внутри этого растения, мы можем ограничить качество, мы можем ограничить урожайность. Мы можем ограничить общее состояние здоровья растений, все то, что мы пытаемся сделать как садоводы. А также мы можем ограничить здоровье почвы, о чем мы немного поговорим позже. Так что все-все элементы, необходимые растению, взаимосвязаны друг с другом, я думаю, это то, к чему я клоню, когда мы говорим о фотосинтезе. Сколько из этих элементов связано с фотосинтезом? Так что чтобы получить оптимальное здоровье растений, у нас должно быть оптимальное питание. И Дэйнис, ты знаешь, меня по аналогиям заставляет работать. Так что мое мышление, поскольку ты говоришь обо всех этих анализах, то, как мой мозг работает вокруг этого, в порядке вещей. Так что мой базовый химический анализ почвы, это куча строительных материалов. Ты можешь примерно увидеть, насколько большим будет здание, и какие материалы у тебя есть в наличии, чтобы построить это здание. Но ты не знаешь, какое это будет здание. А затем мы проводим наш анализ хении, наш экстракт пасты. Теперь мы видим, как немного повышается кадрирование. У нас есть немного лучшее представление о том, как это будет выглядеть на самом деле. А затем мы проведем анализ тканей. Это встраивание в стены и построение конструкции так, чтобы мы действительно могли видеть форму этого дома или здания. А затем последние штрихи. Это похоже на наш анализ экстракта листьев. Вот и все. Вот и кухня. Вот и выбор цвета стен. Это точно показывает нам всю картину в целом и то, что нам нужно сделать, чтобы завершить ее. Это правильно. Чего нам не хватает? О, у меня не хватает кранов. Тогда мы применяем несколько кранов. Мы применяем несколько кранов. Надеюсь, просто бросим их в растения. Да, они сложнее. Да. Все же убери все свои экраны. Я был увеличен с помощью сопел, когда ты выкладываешь окаменелости. Да, да, это то, что я бы рекомендовал. Время принятия ванны. Поэтому, когда мы начинаем говорить о внекорневом питании и подкормке и почему, часто я рассматриваю это как исправление, когда замечаются недостатки. Теперь мы видим это персиковое дерево здесь. Очевидно, что у нас есть некоторые существенные недостатки. И как ты можешь видеть, это не одно дерево, это целый квартал персиков здесь. С учетом сказанного, мы не только видим, как выражается этот недостаток, но и на вершине этого дерева мы видим несколько скручивающихся листьев. У нас проблема с тлей на этом дереве. Мы видим несколько дырок и немного жевания. Так что теперь мы раскрылись. Основываясь на этих недостатках, мы открылись для проблем с насекомыми и болезнями, не говоря уже об общем здоровье деревьев и отсутствии урожайности. Это очень молодые деревья. Я думаю, что этим деревьям было два года, когда мы начали с ними работать. И судя по тому, как я на это смотрю, сейчас идеальное время для внекорневой подкормки. Да, сделай свой анализ, получи информацию, определи, является ли это дефицитом железа, дефицитом марганца, в чем заключается дефицит. И устрани этот дефицит, основываясь на сбалансированном пакете внекорневой подкормки. Теперь, как только мы это сделаем, это может помочь не только с общим цветом растения, но и с развитием корней внутри этого растения, что является частью проблемы, которую мы видели здесь. Так что это не всегда так очевидно. Мы не всегда видим выраженные недостатки, как тот зеленый лист, который я показывал тебе с восприимчивым, или в котором было достаточно железа. Часто наш урожай выглядит совершенно здоровым, но без анализа мы никогда бы этого не узнали. Внутри он может выглядеть точно так же, как это дерево. Мы просто его не видим. Да, сейчас и к этому моменту мы уже довольно поздно в игре. На данный момент мы уже резко снизили доходность. Причем с деревьями. Если ты это видишь, то это не только урожайность этого года, но и урожайность следующего, не так ли? Это несколько лет, и мы также можем видеть это, так как я люблю внекорневую подкормку в дополнение к урожаю с высокой добавленной стоимостью. Или, как я вижу, мать природа сыграла честно. У нас хорошая плодовая нагрузка на наших деревьях. Мы хотим довести эту плодовую нагрузку до конца. Мы хотим определить ее размер. Нам нужна эта твердость. Мы хотим такого качества, чтобы снова получить высокий уровень упаковки. Отличное время, чтобы начать думать о нашем внекорневом применении. У нас недостаточно почвенной среды, чтобы удовлетворить потребности растений, поэтому мы дополняем ее хорошим внекорневым внесением. И это же справедливо, когда мы рассматриваем по всем направлениям, как еще мы можем поддержать внекорневое питание. Я смотрю, когда удобрение почвы недостаточное или плохое, когда у нас плохое развитие корней, и некоторые из них могут основываться на идее, что у нас избыток воды. У нас анаэробное состояние. У нас плохой фотосинтез внутри этого растения. У нас нет правильного развития корней, основанного на условиях засухи или на повреждении насекомыми или болезнями. И мы пытаемся вернуть энергию этому растению, поддержать этот урожай и запустить его в работу. Сейчас отличное время, чтобы взглянуть на наше внекорневое питание. Когда мы начинаем рассматривать менее подвижные элементы в этой почвенной среде, наш кальций, наш бор, все те виды немобильных веществ, в которых мы испытываем дефицит, это прекрасное время для этого. И особенно, когда у нас неоптимальные почвенные условия, это чрезвычайно важно. Я смотрю на температуру почвы. Может быть, температура почвы немного прохладнее. У нас небольшой стресс от засухи или в сценарии фермы с засушливыми землями, где у нас недостаточно влаги, мы знаем, что больше дождей в этом профиле не будет, мы выражаем дефицит. Внеси почвенное удобрение в эту среду. Мы знаем, что у нас не будет дождя, чтобы полить это. Сейчас отличное время, чтобы использовать нашу внекорневую подкормку. Наши производители пшеницы, наши производители кукурузы, некоторые из этих парней с засушливой землей. Может быть, не так много полива, но вы знаете, внекорневая подкормка в середине сезона и в конце сезона, отличный способ помочь поддержать урожай и общее состояние урожая. Если мы вышли из равновесия, это может быть одним из самых быстрых способов вернуть нас в равновесие. И мы собираемся немного поговорить об этом, о том, как это может на самом деле работать. И ты знаешь, на что я смотрю, и это самое важное, о чем мы никогда не задумываемся. Так это то, что причина, по которой мы хотим добиться оптимального здоровья растений, о которой мы часто говорим, напрямую связана с урожайностью. Да, мы хотим получить прибыль. А да. Но когда мы начинаем думать обо всем, что мы пытаемся сделать для укрепления здоровья почвы, внекорневая подкормка действительно может стимулировать усвоение питательных веществ из почвы. Таким образом, мы видим пользу не только от внекорневой подкормки, но и от почвы. И это происходит так, добавляя внекорневую подкормку, мы увеличиваем количество углеводов или сахаров, выделяемых корнями, которые возвращаются обратно в почвенную среду. Это будет стимулировать микробную жизнь в этой почвенной среде, что сделает более доступным питание, основанное на пищеварении и циклах ризофагии, о которых мы говорили на предыдущих вебинарах. Таким образом, все эти вещи функционируют вместе, и я так часто говорю о том, когда мы занимаемся покровными культурами, например. Вот яркий пример того, как мы могли бы внести немного внекорневой подкормки, чтобы увеличить эти корневые оксидазы, выталкивая этот углерод обратно в почвенную среду, создавая это микробное сообщество. Ведь на самом деле это покровная культура. Лучшее, что мы получаем от культуры или урожая, это наличие живого корня в этой почвенной среде, укрепление здоровья почвы, создание структуры почвы и обеспечение доступности питания. Это действительно самое важное, когда речь заходит о почвенных микробах и их питании. Французский термин, ассоциирующийся с винным теруаром, это аромат почвы, который вы создаете. Я думаю о купленной в магазине клубники, которой, о боже, я хочу вообще избегать. Никаких возражений против нее. Некоторые из них хороши. Время от времени ты получаешь хорошую партию, но они, как правило, большие. Как ты и сказал, упаковка отличная, но если вы хотите получить этот аромат, этот аромат будет исходить от питания, микроэлементов, всего того, что может дать биологии почвы. Извини, я просто сказал, что да, у нас здесь есть фрукты. Поэтому, когда мы начинаем рассматривать это, мне все время задают вопрос о внекорневой подкормке. Когда и почему. И ты знаешь, что я говорю, с раннего до позднего времени я хочу видеть внекорневые подкормки. И некоторые примеры, которые я приведу тебе по этому поводу для производителей плодовых деревьев, я хочу видеть внекорневые подкормки при распускании почек. Я хочу посмотреть пару внекорневых подкормок, знаете до цветения, может быть одно или две, а затем при падении педали мы начнем снова. Часто я смотрю на MyCrow 5000 в начале пары приложений, одно после падения педали, а затем переключаюсь на PZ1000, как только мы доберемся до набора фруктов. Да, когда мы начнем рассматривать пример пшеницы и кукурузы, в Corn V3 Stage, я хочу увидеть внекорневую подкормку. Именно тогда мы определяем количество колосьев, редков, зерен и все такое. И если мы будем ждать, то упустим эту возможность сделать так, чтобы это растение полностью проявило свой генетический потенциал. Часто я разговариваю с производителями, и они говорят мне, что у меня его нет. У меня еще не было шанса посадить свои фруктовые деревья. У нас нет ни одной зрелой листвы. Я не могу сделать анализ. Это то место, где многолетнее тестирование дает нам историю данных. Оно дает нам историю, информацию, которая нам нужна, и мы начинаем видеть тенденции. Нам нужно использовать эти данные в наших программах по внекорневой подкормке. Например, мы знаем из истории, какими будут наши недостатки в начале сезона, исходя из этой культуры, исходя из этой почвы, исходя из этого поля. И мы начинаем использовать наши внекорневые подкормки на основе данных за прошлый год, или сентябрьского анализа тканей, или анализа сока растений, если у нас его нет с предыдущей весны. Но выходи туда пораньше, со светом, и снова корми еженедельно. Еженедельно проводи легкую внекорневую подкормку до тех пор, пока у нас не будет этой информации. Мы заранее знаем, что растению понадобится кальций, поэтому нам нужно убедиться, что он есть. И я немного расскажу о питании, сроках и о том, что нужно растению. И мы должны как бы учитывать это при внекорневой подкормке. Так что давай использовать эти данные и эту историю для создания наших программ. Мы видели, что в прошлом году у некоторых сортов яровой пшеницы, где мы немного опоздали, урожайность оказалась под угрозой из-за наших внекорневых подкормок. Но в этом году теперь у нас есть информация. Мы знаем, что нам нужно распылить на ранней стадии, поэтому мы выходим и распыляем это, пока собираем информацию о тканях для наших последующих применений. После сбора урожая, критическое время для внекорневого питания. Эти матери уже заложили плоды на следующий сезон. Они уже на дереве. Мы сделали акцент на этом растении, отключив орошение, отправив сборщиков на сбор всех этих фруктов. Первое, что я хочу увидеть, это то, что мы снова включим эту ирригационную систему. Мы проведем биологическую легкую биологическую обработку почвы, чтобы эти корни снова заработали. Основываясь на температуре сухой почвы, мы вернем влагу этому дереву, чтобы снять с него часть стресса. А затем мы взяли анализ тканей за две недели до сбора урожая, так что мы знаем, в чем заключаются наши недостатки. Итак, мы точно знаем, в чем будет заключаться эта внекорневая подкормка. Мы приходим с этой внекорневой подкормкой, чтобы помочь поддержать общее здоровье растений. Опять же, в то время я немного рассматриваю микро 5000 пакет поддержки, основанный на наших данных. Информация, которую мы собрали, основана на анализе листьев. И ты знаешь, тогда, возможно, позже в этом сезоне я перейду на BS1000 в поисках такой зимостойкости, такого крепкого развития и большего количества калия в этом растении. И поэтому нам нужно взглянуть на это. А также нам нужно взглянуть на это очень конкретно, основываясь на критических стадиях роста. Так что, какую бы культуру ты не выращивал, мы все знаем критические точки влияния. Мы должны управлять этими точками влияния и быть в курсе их, чтобы в нужное время быть готовыми к внекорневой подкормке. И Деннис, я думаю о том, что вы упомянули ранний сезон и поздний сезон. Все в природе — это энергия, а сок — это наша энергетическая конвейерная лента внутри растения. Так что, если у нас есть поток сока, мы можем перемещать энергию вокруг. И я имею в виду, что исследования, проведенные с использованием пестицидов, показали, что даже стволы деревьев могут поглощать материал. Так что, если мы беспокоимся о том, что да, листьев нет, у нас все еще есть сокодвижение, так что мы все еще можем получать часть этого питания очень-очень рано, а затем поздно. Пока мы занимаемся фотосинтезом, у нас все еще есть шанс увеличить выработку энергии растениям. Под этим я подразумеваю, что листья, по сути, являются камертоном, и они настраиваются на частоты Солнца. Чем ближе мы сможем подойти к резонансу, тем эффективнее эти листья генерируют энергию в виде сахара. В данном случае... Да, и ты знаешь, штат Мичиган провел некоторые исследования по этому вопросу. Я верю в вишню. Я на конференции производителей фруктов в Гранд Джанкшен пару лет назад делал презентацию, посвященную внекорневому питанию, и рассказывал о том, как оно усваивается. Особенно на ранних стадиях, когда мы начинаем думать о делении клеток, развитии клеток, важности кальция в то время. Все это происходит очень рано, это цикл роста фруктовых деревьев. Так что это очень важно. Когда я говорю фруктовые деревья, я имею в виду орехи. Я имею в виду какое-нибудь из растений. Ты настоящий псих. Я тоже такой. Да, Куки, ты говоришь о том, что знаешь. Куки, Куки, Куки. Чокнутый. Хорошо, ты знаешь, я немного поговорил о сроках, и я хочу добавить это сюда, потому что это одна из вещей, о которых мы должны думать. Это время питания и то, что нужно растению на этих разных стадиях роста. И это то, о чем я только что говорил. Кальция на ранней стадии прорастания нам много не нужно. Но по мере того, как это растение начинает расти, нам нужен азот, нам нужен фосфор, нам нужен кальций и нам нужны микроэлементы. Все это очень важно на ранних стадиях этого цикла роста. А затем, как только мы переходим к стадии наполнения, нам нужно больше калия, и часть нашего азота и фосфора начинает падать. Поэтому нам нужно помнить, что когда мы начинаем проводить внекорневые подкормки, на какой стадии роста находится это растение и на каком питании я хочу сделать акцент, основываясь на этом. Опять же, основываясь на информации, которую я получаю в результате своего анализа, это действительно то, что мы хотим использовать. Но нам также нужно соблюдать сроки, это очень важно. Да, очень важно. Мы не применяем калий слишком рано в этом году, поэтому мы блокируем кальций, который может быть критичным. Так что обо всех этих вещах нужно думать, когда мы делаем наши внекорневые подкормки. Да, подвижность самого питательного вещества. Если мы посмотрим на любой из этих высокомобильных материалов и применим их слишком рано, мы заблокируем частичные, особенно неподвижные материалы, которые они вытесняют в начале сезона. Калий, как ты только что сказал, он вытесняет кальций, и мы наблюдаем это все чаще и чаще. Они крайние справа. Натрий и хлорид. Мы видим там много проблем, и мы должны быть осторожны, особенно с этими детенышами растений. Мы еще немного поговорим об этом. Да, и ты знаешь, это одна из вещей, о которых мы тоже должны подумать, и я просто разместил это там. Так что, опять же, это одна из тех вещей, на которые я смотрю, основываясь на внекорневом питании на ранних стадиях нашего вегетационного цикла. У нас действительно активные корни той весной, в то весеннее время активно питающееся в этой почвенной среде. Но активность корней снижается в течение вегетационного периода сезона. И поэтому мы должны помнить, что когда мы пытаемся получить питание для нашего растения на пике нашей нагрузки на урожай, мы начинаем снижаться, основываясь на нашей корневой активности в этой почвенной среде. Опять же, это еще одна вещь, о которой стоит подумать, основываясь на внекорневом питании. А использую ли я почвопокровный грунт? Я использую внекорневой грунт, я пропускаю капельницу через свою систему орошения, в чем больше всего смысла? И это всего лишь одна из вещей, о которых нам нужно поговорить. Нам также нужно помнить, что внекорневое питание не заменяет сбалансированную программу питания почвы. Это должно быть сделано в качестве поддержки. Они кормят друг друга точно так же, как я говорил, основываясь на том микробном сообществе в этой почвенной среде. Все это предназначено для того, чтобы функционировать вместе. Хорошо. На той картинке, где изображены коттон и быки, у меня проблемы. Да, это то, что показало исследование, но это тоже общепринято. Если мы начнем рассматривать методы регенеративной медицины, мы значительно расширим эту дорожную деятельность. Ой, мне пришла в голову действительно плохая аналогия, но я не буду делиться ею прямо сейчас. И я смотрю иногда, когда я начинаю рассматривать сценарии более сухого типа, вы увидите нечто более похожее на это. Вы увидите нечто более похожее на это. Мы все еще можем расширить это. Мы можем расширить это. Я действительно очень надеюсь получить несколько фотографий. Может быть, в следующий раз. Я пошел и посмотрел на озимую пшеницу, и количество корней и дредов на этой озимой пшенице было просто невероятным. Потрясающе. И самое классное в этом два дня. Семя проросло за два дня прошлой осенью, и на этом корневом волоске, оторвавшемся от этого растения, уже на второй день появились дреды. Вау. Я знал, что ты будешь в восторге от этого. Второй день. Да, второй день. Это невероятно. Так что, надеюсь, у нас будет чем поделиться здесь в ближайшем будущем. Я полагаю, во время посадки борозд. Да, 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 именно так это и нужно делать. Это было потрясающе. Так что, отключив внекорневое питание, я хочу поговорить о скорости движения, потому что некоторые люди говорят о том, как работает внекорневое питание на этом растении. В некоторых частях мы можем видеть один фут-час движения этого внекорневого питания внутри этого растения. Это исследование, проведенное университетом штата Мичиган. Оно эффективно усваивается на 95%, а внекорневая подкормка происходит мгновенно по сравнению всего с 10%. Когда мы говорим о применении почвы, и многое из этого связано со временем года. Структура корней. Здесь есть некоторые вариации. Сколько растений у нас над землей? Сколько питательных веществ мы можем получить в зависимости от внекорневой подкормки? В зависимости от ткани? Это вещи, о которых нам нужно подумать, но внекорневая подкормка на самом деле очень эффективный способ получения питательных веществ растениям. У нас нет никаких потерь от выщелачивания. В почве нет никаких связей. Мы часто смотрим на это, и я привожу этот пример ранее, когда рассказываю о нашем анализе почвы. Опять же ты говоришь о нашей куче строительных материалов, а у нас там много фосфора и кальция, но завод их не получает. Да, поэтому мой вопрос в том, что не делая ничего биологически или не добавляя немного внекорневой подкормки. Если мы внесем больше фосфора или кальция в почву, где фосфор и кальций связаны, сколько этого фосфора и кальция будет доступно этому растению в состоянии, в котором растение может его получить? Представь, что танк смешивает их. К чему они клонят? Они сразу же свяжутся. Да, я имею в виду вот это. Извини, я сбился с пути, но нам нужно подумать о доступности и о том, как наиболее оптимально доставить это на завод. В этом мне напоминает один фут в час. Ты помнишь то маленькое видео, которое я показывал несколько презентаций назад, показывающее ущерб? Я думаю, что исследование на самом деле заключалось в распылении глутамата, а затем вы могли наблюдать в течение 120 секунд, как реагирует все растение. Так что распыляйте некоторые из этих материалов, и мы поговорим немного больше о рецепторах, и возможно даже больше в следующий раз. Да, но это может произойти еще быстрее. Растение стоит в очереди на получение этого питания, так что оно как бы просыпается и позволяет себе больше доступа. Да, и это одна из моих любимых культур. Моя жена и дочь не могут дождаться, когда конфетная кукуруза будет собрана и появится в магазине. Обычно это происходит в день благодарения, я думаю, именно тогда собирают урожай конфетной кукурузы. У тебя в прошлом году был довольно хороший урожай. Мы с Эммом пришли и украли большую его часть, а Эмма там просто паслась. Да, там было много кукурузного сиропа. Для того, чтобы заставить эту конфетную кукурузу расти, это единственный способ. С высоким содержанием фруктозы? Да, да. Я хочу немного увеличить количество кирпичей в ней в следующем году. У меня не было достаточно высоких кирпичей в моей конфетной кукурузе. Но когда мы начинаем говорить о времени усвоения питательных веществ, а ты знаешь, мы все время проповедуем, мы со Стивом говорим о важности нашего внекорневого внесения. Исходя из сроков, о которых мы поговорим, но также исходя из того факта, что нам нужен длительный период времени, когда мы выполняем наши внекорневые подкормки. Чтобы убедиться, что у этой внекорневой подкормки есть время для работы. Как правило, мы говорим то, что хотим сказать. Я хотел бы видеть тебя от одного до трех дней, предпочтительно три. Стив всегда говорит, если ты собираешься распылять жизнь, распыляй жизнь. Если ты собираешься распылять смерть, распыляй смерть. Это очень важная вещь. Основываясь на поглощении растением питательных веществ, мы должны дать как можно больше времени для того, чтобы это поглощение произошло внутри этого растения. И мы немного поговорим о сроках внекорневой подкормки здесь через минуту. Но ты знаешь, это всего лишь некоторые исследования, которые показывают, что азотная мочевина может усваиваться на 50% в течение первого получаса двух часов. Калий от 10 до 24 часов, кальций от 10 до 94 часов, магний от 10 до 24 часов. Так что на большинство из них уходит дни и дни и часы, от нескольких часов до нескольких дней. Так что когда мы начинаем думать о наших внекорневых подкормках, я всегда говорю, что три дня. Я хочу, чтобы у меня было три дня возможности дать этой внекорневой подкормке шанс поработать на своем оптимальном уровне. Теперь, конечно, ваши первые 24 часа, вероятно, самые критические, но после этого мы все еще получаем поглощение. Особенно в зависимости от времени, температуры, влажности, влажности и всех подобных вещей. И мы видим, что поступают вопросы. И мы видели вопросы о серии, о кальции. Мы еще вернемся к этим вопросам, так что, пожалуйста, продолжайте задавать вопросы. И если у нас их будет много, что же, тогда ты останешься с нами надолго. Это верно. Так что для успешной программы в фойе мы, очевидно, хотим опрыскивать в более прохладное и влажное время суток. Часто я говорю о позднем вечере. На самом деле, в прошлом году я разговаривал с садовод. И я говорил с ним о его программе внекорневой подкормке и сказал, «Знаешь, мне бы очень хотелось посмотреть, как ты опрыскиваешь свои листья днем или вечером, особенно в это время года. Потому что температура начала повышаться». И он сказал, что ты бы хотел, но парень, который делает аэрозольное нанесение, не может опрыскивать его вечером. И я сказал, почему бы и нет. И он сказал, потому что он опрыскивает свой собственный сад вечером. И я спросил, как тебе этот фрукт. И сказал, что у него есть немного грудных плодов в долине, понимающий, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы получить это питание для растения. Так что опрыскивай при слабом ветре. Многие люди думают, что я говорю, это очевидно дрейфуя. Да, но дело не только в дрейфе, потому что, опять же, нам нужно поддерживать влажность на этом растении. Так что если у нас сильный ветер и мы высушиваем его быстрее, мы замедляем впитывание. И Стив собирается немного поговорить об этом позже. Осторожно, опрыскивание растений в условиях стресса. Опять же, стрессовые растения могут быть очень восприимчивы к внекорневой подкормке. Часто мы можем помочь им пережить этот период стресса, особенно с помощью некоторых водорослей или некоторых специфических применений. Но мы должны быть очень осторожны. Протестируй участок, прежде чем мы займемся всем нашим полем или садом и смешиванием в резервуарах. Биология последняя, всегда последняя. Добавь все свои питательные вещества, наполни свой резервуар, добавь свою биологию и отправляйся опрыскивать. И еще раз помни, что всегда мойся, тщательно мой свои резервуары в любое время, когда мы это делаем. Да, я имею в виду, что биология получит довольно высокий рейтинг, если ты оставишь ее в резервуаре очень долго. О, мальчик, мы все прошли через это, но мы прошли. Я также видел, как люди распыляли фунгицид или инсектицид, не ополаскивая свой резервуар, а затем они помещали туда свою биологию, и вы знаете, мы просто чистили резервуары. Хорошая среда обитания. Побочные реакции. Я имею в виду, насколько это возможно при стрессе. Когда ты опрыскиваешь меня чем-то, и я нахожусь в состоянии стресса, у меня другая реакция, чем если бы я был в хорошем настроении. Да. И мне часто хочется опрыскать тебя, когда ты испытываешь стресс. Да, как плохая кошка. Да, да, я хочу, чтобы ты ушел. Так что, наверное, нам стоит затронуть тему бикарбонатов. И когда я в течение многих лет говорил о том, когда мы делаем наши внекорневые подкормки, нам нужно особо обратить внимание на воду, с которой мы смешиваем наши четыре слоя в резервуаре. Когда мы начнем рассматривать это с помощью бикарбонатов, мы окажемся связанными с этой почвенной средой. РН 8,15 при уровне бикарбоната 183. Все, что мы кладем в этот резервуар, будет связано. Нам нужно буферизировать этот резервуар или использовать горячую воду. Найди другой источник воды. Причина, по которой я говорю об этом. Очень важно, чтобы у этой лошади был момент ага, чтобы действительно увидеть ее. Мы должны это увидеть. И сделав это, она заводится в танке. Это, пожалуй, лучшее, что я могу сказать. Итак, вот некоторые параметры уровень бикарбоната. Если у нас температура выше 180 и наш уровень бикарбоната был серьезным, это критично. И просто чтобы дать вам представление, при уровне бикарбоната 183.1 или 498 фунтов на акровый фут воды уходит в эту почвенную среду. Я имею в виду, когда мы начинаем понимать это, я имею в виду, что мы должны немного поговорить о том, что мы можем сделать, основываясь на буферизации этой воды. Но это уже другой разговор для другого дня. Но это крайне важно, когда мы начинаем говорить о поглощении растениями. И в этот момент я использовал все время сегодня. Да, думаю, с меня хватит. У меня его нет. Нет, мне не нужно уходить. Так что теперь давай немного поговорим о том, как это работает, основываясь на элитной структуре. Хорошо, мы начнем. Вот и все. Да, хорошо. Итак, немного поговорим о структуре. Значит, Денис просто говорил о двуглавых углеводах как о препятствии для усвоения. Большой барьер. Это точно так же, как у людей. У нас есть кожа, и наша кожа предназначена для того, чтобы блокировать посторонние вещества. Это барьер между внешним миром. И я имею в виду, представить себя без кожи было бы довольно странно. Но я думаю, что я так же потерял бы много жидкости. И растения, это то же самое. Они потеряют много этой жидкости. Так что мы должны посмотреть, как форма и функции растения работают вместе, и они делают это очень и очень хорошо. Похоже, что они должны были работать именно так. Поэтому мы собираемся немного рассмотреть сосудистую систему, а это похоже на вены и артерии растения и саму структуру листа. Итак, когда мы говорим о сосудистой системе, есть две основные структуры. Это ксилема и флоэма. Ксилема, это аж вода, минералы и растворенные вещества. И это в первую очередь. Это от корней вверх. Это только вверх. А это одревесневшие структуры, и они невероятно прочные. Так что представь себе очень и очень высокое дерево. Оно должно забирать воду из корней вверх. Эти маленькие водород и кислород, и все эти водородные связи притягивают. Это похоже на безумное, безумное перетягивание каната, чтобы протянуть эту воду вверх по растению. Но когда мы смотрим на эти конструкции, то такое количество тяги создало бы эквивалент примерно 1514. 5 фунтов на квадратный дюйм разрушающей силы, чтобы поднять это. Это невероятно. И я думаю, что это супер-супер круто. Флоэма. Это то, на чем мы собираемся немного больше сосредоточиться в том, что касается наших листьев, потому что это наши аминокислоты, наши сахара, наши питательные вещества. И это не вверх и не вниз. Это позволяет этому материалу течь в любом направлении. Поэтому, когда мы смотрим на саму анатомию листа, мы немного увеличиваем изображение внешней стороны листа. Давай посмотрим. У нас есть трихомы. Ошибка в написании. Забавно. Хорошая работа. Научная книга. Значит, трихомы — это волосы, и они у них есть. Мы не будем вдаваться в это прямо сейчас. Самые разнообразные воздействия. Есть несколько забавных книг, в которых рассказывается об электрической связи. Калахана очень интересно читать. Тогда я отвлекся. Кутикула — это внешний слой, и у нас она есть сверху и снизу. И ее часто называют восковой кутикулой. И очень важно, чтобы воск был гидрофобным. Гидрофобность означает водобоязнь, и это тот барьер, который удерживает нашу воду внутри или снаружи. А еще у нас есть верхний эпидермис, точно такой же, как наша кожа, сказал дворец. Мизофил — это плотная средняя область. Мы упаковываем много хлорофиловых хлоропластов, а затем у нас есть эта зона воздушного пространства, и это критически важно для движения газа. Газообмен наш углекислый газ поступает через наши устицы, и вы можете видеть устицы здесь, защитные клетки и наш кислород обратно. Так что мы должны переместить этот материал, а затем затопить его. Как ты можешь видеть, вот наша ксилема и флоема. Мы пропускаем этот материал через себя, чтобы по сути наполнить эти клетки энергией или получить сахар. Получи энергию. Это губчатый мускусный нижний эпидермис, а затем снова кутикула внизу. И вот здесь, когда мы говорим о кутикуле, это внешняя область. И мне нравится эта фотография, потому что на ней она выглядит как тарелки. Значит, изначально они думали, что внешний вид растения связан с окружающей средой. Видишь там? Они написали трифомы прямо через то, что, по их мнению, было экта-экта, что означает снаружи десматы. Как и наши плазмодесмы, плазмодесмы — это связь от клетки к клетке внутри растения. Поэтому они подумали, что это маленькие каналы, которые позволяют питанию, влаге и тому подобному проходить через восковую кутикулу. Но на самом деле это не так. Там есть поры, и мы говорим о плотности в нанометровом масштабе от 10 до 10-й доли пор на сантиметр, и это невероятно плотно. Вот такая пластинчатая структура. Я думаю, реальность больше похожа на эту структуру кольчуги. И это то, что мы на самом деле видим на поверхности. Здесь очень много слов. Итак, эта идея экта-хайвея. Кутикула растения представляет собой интерфейс между основными частями высшего растения. Атмосфера. Кутикулярная мембрана состоит из бла-бла-бла-бла. И проникновение в кутикулу можно описать простейшим образом как процесс диффузии из водного донорского отсека через кутикулярную мембрану в водный приемный отсек. Бла-бла-бла. Но по сути, кутикула защищает растения от внешнего мира. Эта восковая кутикула — это гидрофобная зона. И это все эти маленькие крошечные поры. Эти маленькие крошечные крошечные пути, которые, как кольчуга, постоянно изгибаются, движутся, меняют структуру, открываются, закрываются. Все это. И это также позволяет материалам пропускать питательные вещества, воду, газы, немного газа, чтобы поступать в растения и выходить из них. И это, как уже было сказано, водный донор к водному приемнику. Он должен быть влажным. Это в основном то, что нужно в это время года. И Деннис упомянул, что из-за ветра мы должны поддерживать эту область влажной. Вот здесь мы видим, а это гидротированный кальций и другие ионы. B-углеводы, сахара и другие гидрофильные вещества. Гидрофильные — это водолюбивые вещества, которым разрешено проходить через них и немного прямее. Они довольно сложные и извилистые, а это последняя область гидрофобная, водоненавистническая. Так что здесь мы видим, что структуру нужно оставить открытой, пропустить этот материал, и давайте посмотрим, что будет дальше. Входы. Я собираюсь очень кратко поговорить о входах. Я надеюсь подробнее поговорить об этом на следующей презентации, потому что я склонен думать, что это коммуникация. Опять же, плазмодесмы — это межклеточная коммуникация, поэтому клетки растения могут обмениваться питательными веществами. Они также могут обмениваться информацией. Они могут обмениваться друг с другом. О, меня кусают. И потом, на первый взгляд, я мог бы говорить о том, что есть трихомы, но по мере увеличения они становятся все более разнообразными. Это чрезвычайно сложная структура, в которой у нас есть все эти различные рецепторы. А это мампы, дампы и пампы. И что памп, например, означает молекулярные паттерны, связанные с пестицидами. Это рецепторы, которые распознают сигнал. Но опять же, у меня нет времени продолжать. Я надеюсь в следующий раз углубиться в это. Но в основном проникновение через кутикулу в некоторой степени зависит от температуры. И поскольку у нас больше питания в холодной среде, или если у нас ночное время, когда наши устицы закрыты, то мы видим, что на самом деле оно не проходит через них. А ведь мы изначально думали, что наши устицы, наши устицы были критическим местом обмена. И теперь мы поняли, что в этом нет необходимости. И как на картинке выше показаны эти маленькие дорожки от 10 до 10 этих пор на сантиметр, огромное количество. Так вот это то, что позволяет нашему поглощению проникать через кутикулу и клеточную стенку эпидермиса. И здесь есть отличие. Катионы заряжены положительно. Кальций, магний и большинство других материалов, которые мы собираемся попробовать использовать для распыления, честно говоря, они заряжены положительно. А это восковая кутикула, это зона эпидермиса, эти участки на поверхности листа. Они отрицательно заряжены и противоположности притягиваются. Точно так же, как мы узнали из этого, это была Пол Абдул, не так ли? Да, все было в порядке. Так что наш маленький волчонок и наш маленький ОК, неважно. Так что я далеко ушел от истины. Так что эти положительно заряженные вещи на самом деле протаскиваются легче. Наши анионы заряжены отрицательно. Проникают только небольшие количества, потому что многие от браковки любят, когда их толкают вниз. Помнишь тот воздух, то пустое пространство, которое мы видели? Во многих случаях проходить через него будет немного легче, но это похоже на отталкивание магнита. Ой, ты знаешь, Стив. Ой, извини, у меня есть что это? Одна из вещей, о которых я хочу поговорить. Здесь есть две вещи, когда мы начинаем говорить о внекорневом питании, о которых я только что подумал. Ранее мы говорили о подвижности по сравнению с неподвижностью, и мы говорили о высоком уровне добавления натрия и хлорида. Поэтому мы часто говорим о формировании питания и о том, насколько это важно. И на самом деле это примерно то, о чем говорится. То, что мы опрыскиваем в качестве внекорневой подкормки, имеет решающее значение для общего усвоения растениями. О, безусловно. И кто-то ранее спрашивал о кальции, который фигурировал в вопросе. Так как кальций неподвижен и обладает сильным зарядом, растению может быть довольно трудно легко перемещать его по всему телу. Как только он оседает, он застревает там. Есть способы, которыми мы можем в основном захватить собственные системы растения. Помнишь, как ты показал, что азотные формы текут быстрее, да, легче и распространяются очень и очень хорошо. Ну и что с того, что мы должны использовать хилатирующий агент? Ахилат означает коготь, в основном представьте себе кальций в виде шарика, а хилатирующий агент это рукавица. Так что шарик прикрывается этой рукавицей и практически исчезает. Он может замаскировать этот заряд и стать нейтральным зарядом. И тогда нам не придется так сильно беспокоиться о том, что это за заряд. Итак, эти аминокислотные хилаты. Они используют азот и аминокислоту для хилатирования этого иона, и тогда ему по сути позволено двигаться, куда он хочет. Он спрятан. Он спрятан. Заряд не имеет значения, а растение любит передвигаться. Азот и эти аминокислоты — это азот, поэтому использование аминокислотного хилата — фантастический способ получить особенно неподвижные агенты по всему растению. Есть много других хилатных агентов на органической основе. Немного водорослей. Многие люди используют фульвокислоту, и это может быть отличным хилатирующим агентом. Иногда используется и часть органической кислоты, лимонная кислота, так что использование хилатирующего агента может помочь переместить этот материал по всему растению. Это то, о чем ты хотел поговорить? Да, поговорим об этом. А затем также перейдем, как мы говорим, формам кальция или, например, хлориду кальция. Если нам не нужен хлорид на нашем заводе, мы не должны использовать эту форму. Форма питания имеет решающее значение, когда мы начинаем говорить о внекорневых и внекорневых подкормках. Так что я просто хотел выбросить это из головы. Тебе есть о чем подумать взрослому. Что такого особенного в твоей внекорневой подкормке, чего ты не хочешь? И как мы можем помочь сделать эту внекорневую подкормку более доступной? Как ты только что сказал, используй то, что тебе нужно, избегай того, что тебе не нужно. И как ты все время говоришь, излишества могут быть хуже недостатков. Хлорид отличный пример такой пассивной диффузии. Это основное движение питания по всему миру. И это тоже. Это что-то вроде... Ну да, Стив, в этом просто есть довольно очевидный смысл. Здесь такая высокая концентрация. Они говорят о 10 граммах на литр. У тебя больше этих маленьких шариков. И если я играю в вышибалы с Деннисом, и у Денниса есть 5 мячей, которые он бросает в меня, а у меня 500 мячей, и я бросаю в Денниса, есть довольно хороший шанс, что больше моих шаров попадет в Денниса. Ну, я медленный, поэтому я не могу двигаться с дороги. В любом случае, я не собирался этого говорить, я знаю. Но ты знаешь, ты это сказал. Я не собираюсь спорить. Я не собираюсь этого отрицать. Но главное здесь в том, что мы хотим иметь как можно более высокую концентрацию, не причиняя ущерба. И опять же, как сказал Деннис, если растение уже испытывает стресс, мы должны быть еще более осторожны. Корми его еженедельно с ложечки. Еженедельно, как говорит Деннис, это отличный пример. Но если мы можем увеличить концентрацию питательных веществ, мы должны это сделать, потому что это позволит получить больше, чем просто питание. Это в значительной степени основа того, как это работает. Еще один вид нуда, в этом тоже есть смысл. Если ты представишь себе шарикоподшипник или шарик, который ты катишь по полу, сколько из них на самом деле соприкасается с полом? Очень, очень мало. Только самый-самый край. И в этом заключается идея поверхностно-активных веществ или смачивающих агентов. И мы так и делаем. Мы предостерегаем от большого количества смачивающих агентов. Опять же, если мы используем не тот вид этих пор, о которых мы говорили, некоторые из этих пор могут быть заблокированы в зависимости от их природы. Некоторые из них действительно могут повредить микробам, потому что если это слишком сильное смачивающее средство, например, мыло, мыло разрушает мембраны. Мы используем мыло для мытья рук, потому что оно очищает кожу. Мы можем повредить некоторым нашим микробам. Мы должны быть осторожны с этим. Но эти смачивающие вещества, эти поверхностно-активные вещества, они в основном распределяют эту площадь поверхности. Так что вместо мрамора теперь у меня есть глина, которую мои дети оставили, а потом я наступил на нее. Теперь она размята и расплющена. У нее больше площади поверхности. Большая площадь поверхности дает тебе больше шансов пропустить этот материал насквозь. Так что решение таково, давай используем микробы. Этих бактерий очень много. Им тоже нужен доступ к этому питанию. Так что у них будут свои собственные биосурфактанты. Они будут использовать их для распространения этой воды вокруг, распространения этого питания вокруг и более эффективного купания. Мало того, что многие из этих микробов, они как бы строят свои собственные строительные леса на поверхности листа. Мы уже говорили о корнях в неклеточных полисахаридах и биопленках. Микробы на листях делают то же самое. Они хотят, чтобы у них был лучший дом. Так что некоторые из этих трещин, некоторые из этих открытых участков, это потому, что у нас больше полезных микробов, покрывающих большую часть ткани листа. Они создают больше домов, больше защитных сред, и это позволяет лучше удерживать влагу. Потому что, опять же, эти биопленки, эти внеклеточные полисахариды, эти сахара, они удерживают больше влаги, поэтому они могут помочь дольше сохранять эту воду влажной, чтобы лучше пройти через нее. И когда мы говорим о внекорневой подкормке, это действительно то, чего мы хотим. Мы хотим сохранить влажную область этого питательного пакета с этим биологическим сообществом на как можно большей поверхности растения. Да, да, поэтому я упомянул личинформис басилос. Извините меня, басилос саптилос судомолнос флуоресенс судомолнос. Кстати, есть много других подобных организмов, которые продуцируют эти биосурфактанты. Так что сразу переходим к разговору о микробах-товарах. Да, так что мы просто немного поговорим об этом вкратце о Micro 5000, PZ1000 и Micro 5000 Organic. Итак, Micro 5000 Organic. Опять же, я не могу достаточно подчеркнуть это. Если мы занимаемся выращиванием органической продукции, единственный продукт, который мы можем использовать, это Micro 5000 Organic. Когда вы размещаете заказ, и ваш дистрибьютор заказывает этот продукт для вас, нам нужно убедиться, что мы специально запрашиваем Micro 5000 Organic для этого производителя органической продукции. Мы хотим убедиться, что мы просто не говорим Micro 5000, чтобы отправить неправильный продукт. Как производитель, пожалуйста, убедитесь, что на нем есть этикетка или органический сертификат, чтобы это ни было на любом из продуктов, которые мы вам отправляем. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните и спросите Micro 5000 и PZ1000. Очевидно, что Micro 5000 я рассматриваю как рост ранней весной. Я немного говорил об этом на наших фруктовых деревьях, на наших пропашных культурах в вегетативном состоянии. Мы хотим использовать Micro 5000 и подчеркнуть рост. В дальнейшем мы хотим перейти на PZ1000 для заполнения. И часто я думаю, что, вероятно, Стив делает немного больше PZ1000, потому что он немного заполняет область живота. Эй, теперь мы начинаем получать это хорошее-хорошее наполнение. У меня много кальция, так что теперь я могу переместить калий, чтобы надуть этот воздушный шарик, верно? Точный размер, это хорошо. И вот с этим Micro 5000 в PZ1000 снова у нас есть много производителей, которые будут использовать их в ротации от 1000 до 5000. У меня есть много производителей томатов, которые делают это, потому что на самом деле это растение переходит от роста к размножению, от роста к размножению. Все это всегда да. И поэтому мы можем делать это в обоих направлениях много раз. Что я нашел для садоводов, так это то, что легко запомнить, что мы делаем пять действий на ранней стадии роста, как только у нас есть насыпь, как только мы посадили плоды или семена. Теперь мы переходим на дизайн PZ1000 специально для этого и в дополнение к пакетам питания, которые вы используете в то же время. С учетом сказанного, я знаю, что у нас мало времени. У нас есть несколько вопросов. Одна из вещей, о которых я хочу поговорить, это то, что фолиары могут изменить ситуацию. Мы хотим, чтобы у нас было то ага, в котором я вижу лошадь. И для этого нужно правильно проводить внекорневую подкормку. Это же фруктовый сад. Я довольно часто использую эту картинку, потому что вы можете видеть различия между да и после. Вы, ребята, слышали, как я говорил об азиатских парах, которые были немного желтоватыми. Вы можете видеть, что блок в правом углу немного обесцвечен. Позже цвет сильно изменится. Это постоянная проблема. Это одноразовое решение. Применение не устраняет ее в зависимости от подвоя, в зависимости от наличия питательных веществ, в зависимости от почвы. Поэтому мы постоянно вносим коррективы, чтобы продолжать эту внекорневую подкормку. И это происходит из года в год. Мы делаем это каждый год. Все сводится к данным, пониманию того, что нам нужно делать. Использование этих инструментов в начале сезона для того, чтобы получить желаемый отклик, нас которого мы с нетерпением ждем. А ведь мы уже говорили о качестве воды. Посмотри вдоль этого берега. Да, там немного грязи и немного взбаламучено. Но качество воды здесь не то, что вы бы назвали оптимальным, не так ли? Деннис, на самом деле это было сильное наводнение. Смертельное наводнение. Это был сильный дождь, который прошел. Да, но его вода, он на воде. Чтобы привести тебе пример, да, на обоих участках орошения были применены горелки с бикарбонатной серой с высоким РН 8282. В основном здесь мы видим в нижнем углу, а в верхнем углу и то и другое. На этих ирригационных участках используются серные горелки, чтобы снизить РН, а также сбалансировать его высокий уровень бикарбоната. Опять же, пример, когда мы выявили проблему с поливной водой и решили ее сейчас, используя химическую технологию. И вот к чему я клоню. Если мы знаем, что у нас проблемы с водой, если мы хотим, чтобы все работало оптимально, мы должны начать с чистой воды, правильно. Если я начну с воды, которая на вкус как рыба, мне придется ожидать, что какое бы блюдо я не готовил, оно будет на вкус как рыба. Да. И последняя, но не менее важная совместимость. Всегда проверяй еще раз, проверяй. Не гадай. Положи эту гадость в банку. Проводи тест на совместимость всякий раз, когда мы смешиваем что-то, с чем незнакомые никогда раньше не смешивали. Так что с этим мы перейдем к вопросам и ответам. Я думаю. Да, в соответствии с тем, о чем ты упоминал ранее. Просто еще одно хорошее напоминание о том, чтобы делать небольшие области распыления. Убедись, что то, что ты опрыскиваешь, совместимо с твоими растениями. И мы не упоминали о кирпичах. Кирпичи могут быть отличным инструментом для оценки того, насколько хорошо этот материал подходит для твоего урожая. Если мы видим пять кирпичей, когда мы вытаскиваем сок, а затем мы проводим внекорневое опрыскивание, и это все равно пять, или может быть четыре. Это может быть неправильное внекорневое опрыскивание прямо сейчас. Это не значит, что это плохое опрыскивание, просто означает, что это не то, что нужно растению. Мне это нужно. Иногда я хочу пиццу, иногда я хочу печенье, а иногда... Думаю, теперь я понимаю, почему я начинаю надуваться. В печенье действительно много калия, но использование этого рефрактометра может быть хорошим показателем того, хорошо ли оно работает. Но опять же, рефрактометры — это целое искусство. Ты должен к этому привыкнуть. Это не раз и не два. Это развивающееся искусство, которое ты должен развивать, но мы можем использовать его и использовать, чтобы увидеть. А да, нет. Я распылил, и мои кирпичи взлетели вверх. Два, три, четыре, пять баллов. Это здорово. Растения снова очень счастливы. Время суток. Данные, сбор, информация и использование инструмента так, как он был разработан. Все это. Так что теперь я подниму некоторые из этих вопросов, некоторые из этих чатов, и давайте посмотрим, сможем ли мы справиться с некоторыми из них. Я думаю.